Итак, дружными хороводами и веселыми песнями приглашают проводить все уходящие морозы и тающие снега в острове Граде Свияжска в грядущие выходные. Что ждет всех, кто решит отпраздновать Масленицу, там узнаем у Аллы Елисеевой, начальника отдела туризма и музея-заповедника Остров Град Свияжск. Здравствуйте, Алла. Да, здравствуйте. Вы так замечательно выглядите, чувствуется праздник. Спасибо, да, для нас там очень хорошо. Давайте поговорим про Масленицу, Масленичная неделя, какие есть самые яркие и главные мероприятия. Да, ну, во-первых, мы приглашаем всех гостей Республики Татарстан, города Казани, жителей на наш замечательный праздник, традиционный, очень любимый, особенно вкусный, красивый, яркий, замечательный. Мы будем проводить мероприятия на протяжении всей недели. У нас проводится в Центре детского досуга «Сказка» программа для детей школьного возраста. Это особо пытливая аудитория, которая тоже узнает об истории блинов, узнает о традициях, есть возможность провести мастер-классы. Также субботы и воскресенья, один из них день, это суббота, 17 февраля. Это, наверное, такие основные уже будут, более такие масштабные. Да, основные гуляния начинаются субботы и воскресенья, первый день для организованных групп, ведь наши партнеры, которые тоже у наших гостей, у которых есть возможность соединить экскурсионную программу, знакомство с островом, замечательным праздником и быть самым активным участником данного мероприятия. И, конечно же, основной день это воскресенье, традиционный день, где в программе хороводные игры, молодецкие забавы. Замечательная забава, которая нравится всем нашим гостям, это «Стенка на стенку» и «Взятие снежной крепости». Без жертв, надеюсь, обойтись. Без жертв, без жертв. Очень увлекательная, интересная забава, которая привлекает всех от мала до велика. Масленец – это праздник, где есть возможность сближения разных поколений, поэтому каждый найдет по душе себе занятие. И, конечно же, мероприятие завершается прекрасным огненным шоу, сказкой и сжиганием «Чучело масленица». Также не обходится традиционно без главного шествия «Чучело масленица» по главным улицам Свияжска, поэтому получают замечательные отзывы, красивые фотографии о пребывании на наших мероприятиях. Поэтому везде будет радостная атмосфера, окружающая, солнечно, яркая. Каждый останется замечательным впечатлением о посещении данного праздника, поэтому всех приглашаем. Меня вот интересует, как любителя поесть, скажем так, главный символ, конечно же, это блины. Какие будут блины? Чем удивите? И, наверное, тестом запасайтесь в промышленных масштабах. На самом деле, да, огромное количество блинов, разнообразие готовят наши точки питания, представители кафе и ресторанов, а также уличные площадки с блинами. Ну, конечно же, у нас Свияжска находится в окружении воды, большое количество рыбы, поэтому традиционно блины с рыбой. С икрой. С икрой, да, тоже все ждут, спрашивают, конечно. Поэтому также блины будут готовиться на открытом воздухе, на улице, специально перед гостями, блины, оладушки, все традиционные блюда в нашей масленице, поэтому каждый останется еще и с вкусными впечатлениями о пребывании на Свияжской масленице. Ну и самые юные, конечно, наши участники, дети. Я думаю, для них это самый большой праздник. Конкретно, что для маленьких юных посетителей приготовлено? Приготовлено. Ну, кроме сожжения чучела, кроме взятия... Да, вот для детской аудитории у нас есть Центр детского досуга «Сказка», который как раз представляет возможность нашей детской аудитории найти себе занятие по своим интересам. Он проводится уже на протяжении масленичной недели, в дни основных праздничного гуляния. Это интерактивная программа «Масленица пришла весну, привела, позвала». Как они как раз узнают о мастер-классах, как готовятся куколки чучела-масленицы, какие есть традиции, какая история свежих. Так, кстати, а девочек будут учить печь блины? Девочек будут учить съесть блины? Рассказывают об искусстве, рассказывают, как это будет проходить, чтобы потом уже каждый как раз из наших маленьких хозяйшек могли попробовать себя уже в этом замечательном деле. Также все музеи в этот день открыты, как и на протяжении всего времени. И в музее истории Свияжска в классе гимназии, где есть возможность сесть за парты, взять старинные ручки с перьями, написать масленичные задания интерактивные, которые будут проводиться практически каждый час в основные часы мероприятия. И есть возможность почувствовать себя и учеником, и в то же время узнать очень много интересного о нашей Свияжской масленице и в целом о замечательном празднике. Отлично. Так, Светлана, все, планы на выходные у нас есть. Едем в Свияжск, едим блины и веселимся, развлекаемся. Алла, спасибо вам. Мы желаем, чтобы праздник удался на все 100%. Мы приглашаем вас на наше вкусное мероприятие. Приедем обязательно.